Иегова сказала Аарону, перед тем как входить в шатер встречи, не пейте вина и других алкогольных напитков ни ты, ни твои сыновья, чтобы не умереть. Это постановление на века для вас и ваших потомков. Оно дано для того, чтобы вы отличали святое от несвятого и нечистое от чистого, и чтобы учили израильтян всем заповедям, которые Иегова дал им через Моисея. Этот текст будет ключевым при обзоре данного видео. Пару лет назад я уже делал видео на эту тему, тем не менее я снова хочу вернуться к этому сюжету. И показать вам классический пример того, как руководители сторожевой башни, используют один и тот же библейский текст для противоположных выводов. Основная мысль. Иегова повелел священникам, выполняющим обязанности при скинии, вина и крепких напитков не пей, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Поэтому воздержись от употребления алкоголя непосредственно перед тем, как идти на христианскую встречу, а также когда ты участвуешь в служении или выполняешь другие теократические обязанности. Кроме того в странах, где употребление спиртного запрещено или на него наложены возрастные ограничения, следует проявлять должное уважение к требованиям властей. Хотя христиане не под законом, тем не менее принцип из Ветхого Завета изложен верно и здраво для современного служения. Исполнять священное служение под градусом, под алкогольным опьянением, некое святотатство. Но так как статья была написана, значит проблема существовала и нужно было ее решать. С момента изучения этой статьи, заповедь о запрете употребления горячительных напитков, вступала в силу, и все адепты, во всех странах, должны были подчиниться этому предписанию. Ну а теперь посмотрим на ослепительный новый свет, который снизошел ровно через 10 лет. Чтобы быть святыми, мы должны глубоко исследовать священное писание и исполнять волю Бога. Давайте вспомним о сыновьях Аарона, Надави и Авиуди, которые были истреблены за то, что предстали перед Богом с незаконным огнем, потому что возможно были пьяны. Обратите внимание, что Бог затем сказал Аарону. Нас просят зачитать текст. Но в начале видео мы уже это сделали, так что идем дальше. Следует ли из этого отрывка, что нельзя пить алкогольные напитки перед христианскими встречами? Подумаем вот о чем, мы не находимся под законом. В некоторых странах наши единоверцы в умеренном количестве, принимают алкогольные напитки за едой перед встречами собрания. Во время паспорта, подавалось четыре чаши вина. Когда Иисус вводил празднование вечери воспоминания, он передал апостолам вино, которое представляло его кровь. Библия осуждает неумеренное употребление алкоголя и пьянства. Совесть многих христиан, вообще не позволяет им употреблять алкогольные напитки, перед участием в любом виде священного служения. Однако в каждой стране своя культура, поэтому христианам важно отличать святое от несвятого, чтобы их поведение было святым и радовало Бога. Я обратил внимание на два момента. Во-первых, руководители приводят в качестве аргумента для нового понимания, адептов из других стран, которые любят тяпнуть перед собранием. У меня сразу возникает вопрос. А что, эти адепты в свое время не стали исполнять заповедь руководителей сторожевой башни, о воздержании употребления алкогольных напитков перед встречей, и продолжали квасить? Второй момент. Вы заметили, что одно и то же место писания цитируется в поддержку обеих противоположных позиций? Этот же библейский текст, который однозначно советует воздержаться от алкоголя, во время священного служения, приводит как аргумент в пользу употребления. Это просто нонсенс. Отсюда я делаю простой вывод. Алкоголизм в штаб-квартире свидетелей Яговы, и филиалах достиг того дна, что видимо многие служат и исполняют свои функции под алкоголем. Поэтому срочно нужно было принять новое понимание и объяснение. Служение под шофе, для христиан, допустимо. Эта формулировка формально очищает совесть адептов, для которых зеленый змей стал отрадой, и бонусом, в нелегкой вифельской жизни. Итак, понимание того или иного учения происходит под внешними факторами и проблемами. В данном случае мы видим алкоголизм не просто простых смертных, но и руководства. Поэтому запрет на употребление алкоголя во время служения был снят. Это то, что вы должны знать о новом свете и как и откуда он исходит. Ну а это видео просто досмотрите до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok